Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме флокса. Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, и мы поговорим с вами сегодня о посадке всевозможных корневищ, корней и клубней и так далее, которые вы можете купить в сроки, задолго предшествующие срокам посадки и такого посадочного материала, в открытый грунт. Многие наверняка помнят эту считалочку, конечно, она шуточная. Я люблю все цветы, и пионы, и лилейники, и ирисы, и многие-многие другие. Для них, для всех подойдет та схема сохранения посадочного материала, о которой мы сегодня поговорим. Я вот, ну конечно, флоксы одни из моих любимейших цветов. Это прекрасные растения с различными сроками цветения, есть ранние, есть поздние, есть с разной формой окраской цветка. У них, конечно, есть проблемы в виде мучнистой росы и так далее, но в целом эти цветы очень благодарны для приусадебного озеленения. У меня в руках такой очень стандартный саженец флоксов, который представляет из себя, сейчас я его открою и вам все покажу, вот такой вот корень, от которого уже отходят проснувшиеся почки, давшие вот такие вот побеги. Выбирая этот посадочный материал, я ориентировался на достаточный объем корневой системы. Корни подрезаны, но в целом выглядят неплохо. На концах корешков я вижу даже беленькие, свежие корни, которые отросли вот в этом вот торфе-носителе. Торф является, ну такой, я бы сказал так, что уже условно влажный. Влаги здесь растению хватает еле-еле для того, чтобы сохраниться до момента посадки. Примерно до момента посадки пройдет еще ну минимум полтора месяца. Поэтому держать его в холодильнике, например, при наличии уже вот таких вот ростков, я считаю совершенно нерациональным. Он ослабнет за это время и, конечно, уже, если бы он еще не начал расти, то да, можно было бы положить в холодильник. Но рост, а здесь есть такие, у которых рост уже вот-вот на весь пакет уже рост получился значительный. Поэтому нет смысла его хранить дальше в холодильнике или подвале. Что же с ним надо сделать? Самое рациональное, что с ним можно сделать, это, конечно же, посадить в горшочек. Посадив в горшочек и продержав полтора-два месяца, мы добьемся уже очень хорошего отрастания вегетативной массы. Она еще не слишком вытянется, но в то же время будет вполне себе приемлемой для того, чтобы обеспечить хороший рост и питание впоследствии для того, чтобы саженец прижился в открытом грунте и, может быть, уже даже зацвел в этом году. Очень охота посмотреть, есть здесь пересортится или нет. Достались мне действительно те сорта, на которые я рассчитываю. Точно таким же способом можно посадить лилийники, пионы и многие-многие другие растения, которые вы заказали в ранние сроки. И это правильно, потому что заказ в ранние сроки чаще всего гарантирует хорошее качество посадочного материала. На улице еще прохладно, посылки, особенно если вы покупаете по почте, не очень сильно греются и так далее. Поэтому вот заказ все еще вполне актуален. Когда вы вынимаете, вы, конечно, должны все очень-очень хорошо осмотреть внимательно. При необходимости можно окунуть вот этот вот саженец в раствор какого-нибудь дезинфектанта. Это может быть крепкий раствор марганцовки. Это может быть инкросепт или мукосанин. Это может быть какой-нибудь из биопрепаратов, например, бактоген 1 к 100 развести и туда его окунуть. Но я вижу, что качество посадочного материала очень-очень хорошее. Поэтому лишний раз куда-то окунать я не буду. Я потом пролью особым специальным составом. Итак, на дно плошечки можно насыпать песок. Ну а я насыплю просто обыкновенную смесь. Буквально вот на высоту 2-3 сантиметра. Затем наверх установлю мой саженец. И вне зависимости от того, что вот таким вот образом растут корни, и я вот так должен его посадить, то есть вот этими побегами вниз я все равно не буду сажать его вот так. Когда вы высаживаете такой вот посадочный материал или в горшочек, или в открытом грунте, вам обязательно надо ориентироваться на правильную ориентацию корней. Потому что пакетик этот ехал во все стороны, побеги вот эти обладают геотропизмом, то есть растут они в сторону противоположную центру земли, и потом они должны выровняться, они сами выровняются. Здесь есть даже побег, который растет, ну как бы вниз головой, то есть к центру земли напротив. Ну потому что саженец был перевернут в упаковке и рос вот таким вот образом. Конечно, ориентироваться надо по правильному росту корневой системы. Корнями вниз, а вот этими побегами впоследствии будет верх. Я его сюда устанавливаю и просто-напросто засыпаю питательным грунтом. Процедура очень простая. Засыпаю до краев, до самого верха. Почему? Потому что после полива этот грунт немножечко просядет и даст мне примерно 1 сантиметр от края грунта для того, чтобы впоследствии обильно поливать эти саженцы, и чтобы они, корневища, ну не оголялись, и чтобы хватало влаги, и чтобы ком хорошо пропитывался. Потому что по мере роста развития корни будут обрастать, и будут потреблять все больше и больше влаги. Какая моя задача, самая главная? Моя самая главная задача – это вызвать усиленный рост корней. Будут корни, будут и побеги. Даже если побегов здесь нет, вы не видите их. Если будет рост корней, проснутся спящие почки и дадут вам отличный результат по восстановлению вегетативной массы надземной части любого посадочного материала, любого саженца. Для того, чтобы максимально простимулировать рост корней, я буду использовать такие препараты, как стимул. Он обладает очень сильной гормональной активностью и очень сильно стимулирует рост растений. Кроме того, он обладает сильной активностью против фузариоза, а также сильной активностью против бактериозов. Ну это то, что мне надо для профилактики. Но самое главное, что он вырабатывает ауксины. Здесь должно быть очень хорошее гормональное обеспечение для мощного развития корневой системы. Один к стам не нужно разбавить, мне сюда хватит одного колпачка. И второй препарат, который я буду использовать, у меня тут полная лейка. Второй препарат, который я буду использовать, это гулливер. Гулливер в своем составе содержит гуматы, они также являются хорошими регуляторами развития растений, в том числе корневой системы, а кроме того, очень ценную бактерию, которая обладает вторым типом гормональной активности. А если здесь были ауксины, ну кто уже продвинутый садовод знает эти названия, то здесь гибереллины, ауксины с гибереллинами работают в большой-большой гармонии и обеспечивают прекрасный-прекрасный рост корневой системы. Даже поврежденный, а это как раз то, что нам надо в случае, когда мы занимаемся посадкой вот такого упакованного и купленного, хранимого в долго, возможно, неблагоприятных условиях посадочного материала. Поэтому я тоже разбавляю его, сюда вливаю, и это будет прекрасный стимулирующий раствор. Между прочим, такая подкормка рассады вашей любой будет прекрасным способом стимулировать рост корневой системы. То, что мы должны сделать у рассады на ранних стадиях ее развития, ну то есть в течение, по крайней мере, двух-трех недель после пикировки, это заставить нарастить ее большую корневую систему. С большой мочковатой корневой системой она преодолеет все наши последующие манипуляции, связанные с пересадками, возможно, где-то засуха будет, возможно, где-то перельем. Мощная корневая система обеспечит выход из любой неблагоприятной ситуации. И так, как следует, как следует, как следует, проливаем. В результате впитывания раствора он попадет, эти бактерии все, продукты их обмена веществ попадут прямичком в корень, грунт просядет, ну а что делать с остатками вот этого грунта? Ну два варианта, или выбросить, или подмешать в смесь. Ну на самом деле эти грунты являются хорошим, обеззараженным мульчирующим материалом, поэтому я его возьму, этот чистенький торф, и сверху тщательно замульчирую, замульчирую эту посадку мою. Мульча это в виде этого торфа будет служить и прекрасной защитой от пересыхания грунта, и от какого-нибудь плесневения, и от того, что здесь мушки заведутся, и от всех остальных напастей. Вот такой вот простой, нехитрый способ сохранения посадочного материала, в том числе флоксов и многих других растений, до сроков его посадки. Этикеточку я здесь обязательно вот так вот присобачу, прикреплю для того, чтобы знать, где у меня какой сорт. Вот предстоит мне работа по посадке 22 сортов флоксов, и она, поверьте мне, доставляет огромную радость. И я думаю, что на этом я не остановлюсь, но куплю еще. Уж очень я люблю эти цветы. Что ж, сохраняйте ваш посадочный материал, заказывайте, делитесь с друзьями. Это приносит такую радость, что на самом деле вот эта радость эмоциональная, которую мы получаем от покупки цветов, от того, что они хорошо у нас растут, развиваются от процесса посадки, ухода, она несравнима ни с какими деньгами. И лучше любых лекарств помогает нам сохранить и эмоциональное, и физическое здоровье. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!